Доклад начальника отдела полиции Пущинский о происшествиях за неделю продолжился обсуждением планов по дальнейшему введению системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Потому что мы сейчас проводим работу с управляющими компаниями в части оснащения квартирных домов, панельками на подъезды, которые будут, соответственно, считывать информацию, в том числе о личности, кто туда входит, выходит. Я не знаю, есть ли статистика по городскому округу Пущино, камеры «Безопасный регион» как там спрофилактировали, но профилактика – это понятное их нахождение, а помогло ли это что-то выявить? Выявить правонарушителей, возможно, какие-то преступления. С помощью системы «Безопасный регион» было выявлено преступление, где несовершеннолетние обохрали мужчину здесь на автобусной остановке и с помощью камеры как раз выявили. Один из таких, можно сказать, ярких случаев. Многие территории уже охвачены, дополнительные определены, постепенно распространим на весь город, отметил Никита Владимирович. Ваше мнение, мы когда обсуждали этот вопрос с ассоциацией на квартирных домах, почему-то у всех такая достаточно противоречивая позиция, что нам это не надо. Но в первую очередь это «Безопасность». Те мошеннические схемы, которые процветают по всей стране, когда приходят там, пожилых людей обманывают, я понимаю, что это позволило бы в определенном мере спрофилактировать, а иногда даже предотвратить. Согласитесь? Да. Горожанам это неинтересно, пока не коснется кого-то лично, прокомментировал Никита Цуркан. Многих пущенцев смущает вопрос финансовых затрат на установку и обслуживание камеры. Как отметил Алексей Воробьев, средства с учетом распределения по квартирам небольшие. И основная часть затрат связана именно с самим оборудованием. Это единоразовый платеж. Установка камер и расширение пространства безопасности – требование не только времени, но и здравого смысла. Поэтому такая работа будет продолжена. Два дня работы в две смены, включая ночные. О главных работах недели рассказал Альберт Рябов, директор МУПТ «Плодоканал». Работа по присоединению дома «Фиан-1», поскольку сеть старая, принадлежит «Фиану» непосредственно и вышла из строя полностью. Присоединили его по временной линии, по территории «Фиан». Дом сейчас работает. Разрабатываем документацию для прокладки постоянной линии. Альберт Рябов подтвердил, задавшему вопрос Алексею Воробьеву, временная линия позволит обеспечить дом теплом даже зимой. Деятельность сотрудников МБУ «Благоустройство» на истекшей неделе была связана в основном с плановыми работами. Алексей Воробьев задал вопрос директору предприятия о выполнении обращения жителя по поводу аварийного дерева на кладбище. Специалистов приглашали в профильное направление, которое как раз удаление этих аварийных сложных деревьев приезжали. Объем работы цемели. Сейчас будем выходить на закупки для того, чтобы они приехали и удалили с помощью специальной техники. Тему вырубки опасных деревьев продолжил в докладе Илья Любомудров, директор МУП ЖКХ. На следующей неделе к нам приезжают как раз таки альпинисты, профильные специалисты по удалению деревьев во дворах. Порядка 15 деревьев составлены акты. Это либо аварийные деревья, либо расположенные ближе 5 метров от стены дома, либо по решению собрания собственников. Об успехах юных горожан, проведенных мероприятиях и планах на неделю рассказали представители сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Пущинская команда юной армии Центра «Радуга» на этапе областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству» в Подольске. Заняла третье место из 26 команд. 12 октября у нас на ЦКР состоялся 13-й открытый турнир в городе Пущино по игре «Что, где, когда» среди школьных команд. Приняли команды участие из Липец и города Серпухово и несколько команд из города Пущино. Всего было 9 команд. 17 октября на этой неделе у нас планируется к 205-летию со дня рождения Лермонтова акция «День Лермонтова в библиотеке». О благотворительных акциях в рамках Декады Милосердия, осеннем празднике, подготовленном и проведенном с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и планируемом конкурсе «Мисс Золотая осень», рассказала Александра Мещерякова, заведующая отделом социальной защиты населения Пущино. До 21 октября у нас проходит городской этап областного конкурса «Мама Подмосковья ТОП-10». Это традиционный конкурс, в котором обязательно участвуют жители нашего города, как многодетные, так и немногодетные мамы. Начато предоставление новой меры социальной поддержки. Это подарки от губернатора гражданам в честь юбилейных дат 80, 90 и более лет. Диана Ларенова, Андрей Михайлин, ТВС Пущино. Диана Ларенова, Андрей Михайлин, ТВС Пущино.